Проверки на вшивость, как уральская общественность отреагировала на розыгры журналиста и какой эксперимент провел фейсбук над своими пользователями. А также мое интервью для зарубежного портала «Мы говорим, а нас пишут». Обо всем этом и не только в программе «Блогеры». Очередной тест на равнодушие в Уральске. Корреспондент газеты «Уральская неделя» Вячеслав Половинко провел эксперимент. Журналист лежал в неподвижном состоянии на земле и следил за реакцией общественности. Кто решится помочь парню или хотя бы поинтересоваться его самочувствием. Однако все попытки вызвать в прохожих сочувствие оказались тщетными. Люди просто-напросто игнорировали, как пишет газета, тело посреди улицы. Несмотря на всеобщее безразличие, одна женщина проявила сочувствие. И благодаря ее действиям несколько человек все же пришли на помощь человеку, лежащему без чувств. В спальном районе города на помощь к человеку, который лежал прямо под окнами многоэтажки, не подошел никто. Я бы тоже мимо прошел, думая, что он после офигенной пьяночки. В России такая же проблема. Скажите спасибо, что одежду не сняли. Каждый год одно и то же проводят. Все уже давно поняли, что если человеку плохо, то никто не поможет. Все будут смотреть со стороны или снимать на телефон. Вот такая правда жизни. Этот эксперимент проводили в Европе в университете. Реакция аналогичная. Ну не знаю, в прошлом году при мне девушка упала в приступе на проспекте. К ней сразу много людей подбежали помочь. Так что не оставайтесь равнодушными к чужой беде. Ведь завтра на месте такого прохожего может оказаться кто-то из ваших близких. Берегите друг друга. А вот другой тайный эксперимент над пользователями соцсети провел Фейсбук. Свыше 600 тысяч человек стали участниками психологического исследования, который прошел без их ведома. Психологи обработали данные о поведении пользователей после прочтения в ленте той или иной новости. Как выяснилось, эмоции других людей в соцсетях влияют на наши собственные. Научная работа опубликована в этом году в журнале New Scientist. Будьте осторожны. Чувства, как вирусы могут распространяться через социальные сети. Встреча с грустью или радостью может оставить в нас подобные эмоции. Причем эта эмоциональная зараза может длиться от нескольких секунд до нескольких недель. Страшно представить, каким мощным оружием может оказаться подобное эмоциональное манипулирование. Это же новый вид воздействия на массы. Причем, как пишут ученые, онлайновые сообщения и комментарии могут влиять не только на наше настроение и переживания, но и как следствие побуждать нас к ряду поступков в реальной жизни. Чего тут думать? План интернет-изобретение ЦРУ, чтобы ставить над нами опыты в действии. Похоже, что эксперимент поведенческая экономика в действии. Справочно. Поведенческая экономика изучает влияние социальных, эмоциональных и когнитивных факторов на принятие экономических решений отдельными лицами. И впоследствии этого влияния на рыночные переменные. А вот интересно, как они отрицательные сообщения от нейтральных отличали или от положительных? Это ж какая у них мощная система искусственного интеллекта работает? С юридической точки зрения эксперимент Фейсбук провел абсолютно легально. Как пояснили представители соцсети, в пользовательском соглашении существует пункт о внутренних операциях, включая поиск и устранение неисправностей, анализ данных, испытания, а также работы по улучшению сервисов. При этом в ходе исследования личные данные не использовались, поскольку они не имеют никакого отношения к характеру постов, отметили представители Фейсбук. Посмотрите, когда вы смотрите телевизор, читаете книгу, открываете газету или разговариваете с человеком, кто-то манипулирует вашими эмоциями. Вся система Фейсбук предназначена для того, чтобы приводить к позитивным постам и взаимодействиям. Все мы кролики. Фейсбук, народ как тараканы заполз, а тут хозяева, давай его травить. А ведь никто никого не заставлял. Мы рассказываем о блогерах, а СМИ пишут о нас. Зарубежный портал Global Voices Online, специализирующийся на новостях мировой благосферы, опубликовал интервью с вашим покорной слугой, ведущим программы блогеры. Вот что интересует в нашем проекте людей из-за бугра. Ваша программа охватывает различные сферы общественной и политической жизни Казахстана. Один выпуск программы посвящен забавному футбольному турниру, а в другом вы обсуждаете о насилии в семье. Почему темы вашей программы настолько варьируются? Что вы можете сказать о свободе слова в Казахстане, о доступе к различным сайтам? Что я могла ответить? Да, мы пишем обо всем, что обсуждают в отечественной благосфере. Мы говорим о ярких личностях виртуального пространства. Причем не только о тех, кто знаменит своими публикациями, но и о тех, чье имя не на слуху. Но о его добрых делах просто невозможно молчать. Мы хотим, чтобы все знали о таких людях с большой буквы. Оригинал интервью вы можете прочитать на сайте издания Global Voices Online. Поверьте, там есть немало провокационных вопросов, не оставляющих покоя иностранных журналистов. Примадонну казахстанской эстрады Розу Руинбаеву пользователи соцсетей обвинили в плагиате. Как пишут СМИ, клип про бешпармак с участием звезды возмутил казахстанцев. Буквально на днях на портале YouTube появилось официальное видео нового клипа с участием певицы, ее сына Алия Капова и некоего рэпера Биг Сом под названием «Беш». Песню исполняют в стиле хип-хоп. Это своего рода ода – главному блюду казахской кухни – бешбармаку. Роза Рымбаева в этом клипе выступает в нетипичной для себя роли бэк-вокалистке, напевая нехитрый рефренд «Козы, карта, шужих». Пускай тарелки блестят, как будто Джексон вернулся, и я за стол поскорее. Ужин прямо по курсу. Бешпармак готовим от души, петрушку отличаем от побегов черемши. Ты мясо плавно оберни квадратиком лапши, козы не ешь, сначала ароматом подыши. Налегай на беш, идет отлично, под виски поется в песне. За несколько дней клип собрал свыше 40 тысяч просмотров и сотню комментариев. Причем мнения разделились ровно 50 на 50. Одним видео с участием Розы Рымбаевой понравилось, а другой половине – нет. Это не плагиат, это пародия. Все прикольно и хорошо, кроме Рымбаевой и копии клипа Тимати. Можно было бы постараться скреативить свою тему. Роза вообще не в тему здесь. Видно, очень сильно любит сына. Пародия. Ну зачем там Роза Рымбаева? Типа копия клипа Тимати, GQ. Ужас! Не ожидала такого от Рымбаевой. И зачем сняли такой клип? Нет смысла даже смотреть. Столичный кипеж вновь распахнул свои двери. Сообщество столичных блогеров вот уже второй год подряд собирается на оффлайн-тусовку. В этот день и на самом деле оживают большинство аватарок, и люди могут вживую обмениваться не только сообщениями, но и позитивным настроением. В этот день аватарки оживут. Компьютеры погаснут. Астана обрывает провода и выключает электричество. Выходим из сумрака и просто отдыхаем. Только один день. Столичный кипиш зовет снять костюмы и отвлечься от суеты. Мы можем побыть в компании интересных людей. Мы сможем до упада танцевать, развлекаться, веселиться и наслаждаться приятным времяпрепровождением. Приятная природа, веселая компания, шашлыки, плов, увлекательный досуг и никаких ограничений. К слову, группа Facebook «Столичный кипеш» насчитывает порядка одной тысячи участников, но в режиме реального времени встретиться получается не у всех. Ребята-организаторы, вы молодцы. Хотя бы потому, что не пожалели своего времени на организацию мероприятия, потому что не побоялись ответственности. Собаки лают, караван идет, злопыхатели и недовольные всегда будут. Им легче осудить, чем сделать что-то самим. Не стоит принимать близко к сердцу их жечь. А вот хорошее настроение и радость тех, кто был на мероприятии, ваша заслуга. Так держать. Надеюсь, что следующий кипиш не пропущу. Не забудьте скачать наше приложение 24KZ на ваш смартфон и следите за самыми актуальными событиями. Главное, чтобы под рукой был гаджет и доступ к интернету. Будьте вместе с нами всегда и везде. Смотрите нас и сажайте батареи своих гаджетов вместе с нашим приложением. Также более подробную информацию вы можете найти посредством QR-кода. Для этого на вашем смартфоне или гаджете должно быть установлено специальное сканирующее приложение. Наведите устройство на изображение и вы легко сможете перейти по ссылке. Это были блогеры и я, Анжела Гарипова. Следите за своими мыслями, постами и комментариями, потому что мы следим за вами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова